Хабаровские власти решили закрыть лагерь Халдоми после гибели детей при пожаре и власти Хабаровского края окажут помощь в организации похорон погибших при пожаре в лагере. Представляете, на что может рассчитывать человек в России? Только за счет государства, что похороним. То, что расходы по похоронам за счет государства. Но вы знаете, один из принципов гражданского права, что расходы похоронам виновное лицо несет. Так в любом случае, кто виноват в том, что дети погибли? Конечно, государство. Они так и так обязаны были. А они рассказывают о том, что это большое дело они сделали. Взяли на себя. Жуть, конечно. Мне говорят поговорить дополнительно о погибших этих детях. Ну а чем эти дети от утонувших на Сиам-Озере отличаются от других погибших детей России? Ничем абсолютно. Они также погибли от того, что называется путинщина. От этого беспредела, безумного. И будут еще дети гибнуть. Будут так же, как в Зимней Вишне. Чем они отличаются от Зимней Вишни? Ничем абсолютно. Путин продолжает пожирать детей. Да, мы и говорили. Помните, еще давным-давно, когда меня спрашивали, кто первый, так сказать, будет подвержен. Ну и вообще, как бы, всяким проблемам, да, по кому первому придется удар, я сказал, что это старики, дети, животные. Почему? Потому что это те, кто не может за себя постоять. Те, кто не может себя защитить. В таком обществе, которое создали Путина и ему подобные твари, в таком обществе всегда, это я вам как криминолог говорю, всегда гибнут дети, старики и животные. Так устроен мир. То есть, тот, кто слабеет, тот погибает. Они нам устроили, в общем, закон джунглей. Фактически. Даже беззаконие. В джунглях хоть какой-то закон есть. А это беззаконие. Продолжение следует.